александр геннадьевич хакимов известный в россии и других странах специалист по ведической культуре писатель общественный деятель художник философ психолог и теолог более 35 лет путешествует по россии и странам ближнего и дальнего зарубежья занимаясь популяризации ведического знания которое по сути является источником мировой культуры на карте нашей страны трудно найти точку которую бы он не посетил это главная роль в обществе голова общество это учитель есть разные учителя разные классы уровня учителей но в целом это интеллект общества если опираться на древнейшую мудрость древние традиции об этом много говорится это не подкупный класс людей прежде всего и главная особенность не подкупный класс людей потому что они должны быть принципиальные в плане образования воспитания морали этики и культуры и абсолютной истины это нельзя искажать то есть вещи которые мы можем менять есть вещи которые мы никак не можем менять и вот за эти вечные ценности отвечает голова общества это истина не покупается не продается она просто существует и передается из сердца в сердце например известный чанакья пандит я думаю в западном мире тоже он имя многие могут знать его это великий мудрец известного высказывания даже печатаются книги на всех языках его известное высказывание мудрость он прославился также тем что изгнал изгнал завоеватели из индии и объединил индию в то время очень разрознен крайне поэтому ослабленным он один человек это смог осуществить благодаря своему интеллекту история как он это сделал не буду рассказывать но кем он был по факту он просто выполнил просьбу правительство таким образом что цари то время не знали как объединить государство они обратились к одному человеку чинахи стал осуществить план неслыханный план хотя очень простой про него говорили что-то дьявола воплотил что мог даже понимать мысли людей это было просто проницательность ничего такого ничего не было такого особенного просто его тонкий интеллект тонкие ткани мозга называется почему это необходимо учителю потому что мы можем учить только того кого понимаем знаем и ученик какой кто бы ни был в школе или других заведениях он ожидает это от учителя что учитель его понимает когда обращается к нему со своими советами или наставлениями заданиями он понимает его знает его если ребенок или юноша или человек видит что учитель не понимает его связи не будет вы не сможете научить должным образом этого человека и так чинахи пандит мог настолько тонко понимать людей что это казалось мистическим совершенством каким-то но по факту он был просто школьным учителем дети обучал в соломи на хижине за пожертвования если не приносили что-то ему он принимался не приносили он ничего не требовал потому что считал что это самое важное что нужно делать в обществе воспитывать новое поколение причем это делается бескорыстно в родительских отношениях родители не требуют денег за своего воспитания своих детей вот такая же раса говорится такой же тип отношений переносится вот на этот год голова обществе понимают зачем это нужно и почему именно так как только голова общества думает о выгоде вся картина образования тут же меняется